Здравствуйте! Это программа «Честное слово» и я, Маруся Загорска. И сегодня мы позвали одного из полутора модных людей Барнаула. И она пришла на высоких каблуках и высоких вибрациях, стилист Женя Пашнева. Я всегда нахожусь в каком-то поиске себя, поиске себя и себя. Я достигаю это не при помощи масла и кисти, а при помощи одежды. Есть какая-то неуверенность в себе, что я хуже кого-то, что у меня образование хуже, чем у кого-то. Я хуже, чем я, мать хуже, чем я, жена. И всем надели одинаковые сережки. Я сижу и думаю, мне бы о чем-нибудь другом подумать, а я расстраиваюсь, чем я ей вот так не угодила. Идеи нужно подворовывать, подсматривать. Нет, вешать некуда. Мне предложили рекламировать чебуреки. Ем жирно. Я люблю, я люблю, да. Пиши негатив, а я считаю, что это низкие вибрации. Жень, привет! Привет! Жень, что такое быть стилистом в провинции? Вот в трех словах. Такая нарезка. Ну не знаю, круто все. На самом деле конкуренции мало. Больше знакомств, мне кажется, можно так тоже все хорошо. Стилистом быть, да хорошо быть стилистом. Ну стилистом вы хорошо, а стилистом в провинции хорошо быть? Да, тоже нормально, да, хорошо. Мне нравится. Кто человек, который в Барнауле пойдет к стилисту? Твой клиент. Это люди, но сейчас мой клиент, да, люди, которые либо меняют профессию, либо меняют жизнь, и им нужно, соответственно, выглядеть. Есть запросы о том, что мне нужно, чтобы меня серьезно воспринимали, очень много запросов, но при этом ко мне идут, так как я считаю себя таким достаточно веселым стилистом, девчонки молодые, которым надо, чтобы они при этом серьезно выглядели, но и сохраняли свой стиль, свое нутро и выглядели молодо при этом. У меня очень мало клиентов, но они ко мне пришли уже по второму, третьему разу, это победа. Но вообще я не персональный стилист, я все-таки фэшн стилист. Всем понятно, что стиль это не вещь, не обувь, не какая-то конкретная сумка. Вот для тебя что это? Стиль это что? Стиль. Я долго думала, если честно, на данный момент сказать, что это какая-то определенная формула. Я такого точно не скажу. Это для меня вот есть в данный момент, вот есть, говорят, твой стиль. Есть стиль Шанель, стиль Диор. Можно поделить людей на стиле, наверное, модных домов. И у кого-то есть своя особенность. А эта особенность стилистическая связана с его работой, в чем он сейчас находится, где он живет, что он делает. Но если этот человек находится в Барнауле, насколько ему уместно выглядеть так же, как в Милане, в Париже? Насколько вписывается стиль Диор или Шанель, когда ты живешь в Барнауле? Очень много у нас девушек, у которых есть настоящие костюмы Шанель. Прям вот те, вот прям за такие вот денежки. Всегда нужно понимать, неважно, где ты живешь, нужно себя чувствовать комфортно, нужно чувствовать себя на высоте. И есть люди, которые хотят себя спрятать немножко, и тогда они будут себя чувствовать комфортно. Больше показывать свой мозг в плане разговора, речи, каких-то дел. А есть люди, которые хотят показать себя через одежду сначала вот так, пятном белым. А для этого изучается все от начала. Чаще всего, на самом деле, ко мне приходят на мероприятия какие-то вопросы. Изучается интерьер, изучается стилистика мероприятия, изучается цель. Есть цель подружке быть лучше невесты, есть цель под сестры быть, не затмить невесту. Целей очень много, и заказчик мой все-таки, допустим, не невеста, а, например, подружка невесты, и мы достигаем этих целей. Если человек хочет быть неуместным, и он к этому готов, и прийти тоже в белом платье, он идет в белом платье и затмевает невесту по каким-то причинам. Почему ты в меньшей степени работаешь с клиентами и в большей степени занимаешься именно фэшн? Потому что фэшн, фотография в Барнауле, ну это, я не знаю, да, как сюмором какой-то. Два ответа на этот вопрос. Первый, я люблю дарить людям сказку. Я поняла, это еще в самом детстве, когда я хотела быть мультипликатором. Мне нравится помещать человека, когда, на съемках, мы сейчас про съемки говорим, когда он приходит и говорит, я хочу вот сказки. И мы дарим ему эту сказку. Когда вот он, ну не будет, скорее всего, там она каждый день ходить, как Анжелина Джоли, вот с таким макияжем, как в фильме «Лазурный берег». И мы дарим ей эти ресницы, этот макияж, делаем все уместно и круто. А фэшн, через фэшн-фотографию я хочу донести о своем искусстве, потому что я училась на художника. Потому что сейчас, то есть тоже у меня, я всегда нахожусь в каком-то поиске себя, поиске себя и себя, вот, поиске своего искусства. И мне кажется, что через фотографию я достигаю вот каких-то картин, которые, да, вот есть в выставке у людей. А вот моя работа, она такая. То есть я достигаю это не при помощи масла и кисти, а при помощи одежды. А смотри, как найти баланс между тем, чего хочешь ты, как художник, и тем, с каким запросом пришел клиент. Судя по твоему инстаграму, ты очень много занимаешься именно коммерцией, и поэтому мне это любопытно. Слава богу, что коммерция ко мне пришла. Ой, сейчас скажите мне, напомните имя главного редактора журнала «Максим». Мне так стыдно, но это «Максим». Максим, как у него фамилия? Максим. Ну, черненький такой. Я была на его чтениях, и он очень хорошую вещь сказал о том, что мало быть просто классным писателем, нужно уметь еще и коммерцией заниматься, потому что когда ты пишешь о том, что тебе нравится, ты как бы можешь быть самым крутым, но жить тоже на что-то нужно, как бы, и работать тоже нужно. Спасибо, Господи, спасибо, Вселенная. Люди мне доверяют. Ну, вот я просто слышала такое. Раньше было тяжело. Я слышала такое. Вот мы пришли все, и всем надели одинаковые сережки, и весь город сфотографировался в этих сережках. Это фото день. А я шла, хотела, чтобы сережки были только на мне. Вот что делать? Это фото день, это разные вещи. Есть персональная съемка, коммерция, да, она стоит столько-то, грубо говоря. А есть фото день, он стоит столько-то. Фото день нужно воспринимать как... То есть вы наказываете человека, людей одинаковыми сережками за то, что они меньше заплатили, типа... Нет, нет, фото день – это продуманная картинка, сразу готовая. То есть это разрабатывается не персонально для тебя. У нас всего шесть образов, шесть, грубо говоря. Их разработано столько-то для того, чтобы сэкономить время. Съемка очень короткая. Этот образ взяли три человека, этот образ взяли два человека, этот никто не взял. Есть люди, которые говорят, я хочу, который взяли. Все, я все равно хочу. Есть люди, которые говорят, ну, я возьму тогда тот. То есть это подготовлено заранее. Это как, я не знаю, ты приходишь в магазин и говоришь, почему вот хлеб, я хочу, чтобы вы запекли, для меня вот такой вот авторский хлеб. Но при этом, то есть есть вот стандарты какие-то, да, в магазине на полке уже готовы. Ну, наверное, вот с хлебом я это сравню. Вот так. Я ответила на твой вопрос? Есть фото-дни, фэшн-фотография, коммерция, лукбуки, рекламные кампании, съемки, это все абсолютно разное. Насколько сложно найти крутую команду? Потому что все-таки сделать фото-день, это же не только твоя работа. Я, например, тоже слышала такую историю, что когда приходит какой-то, например, молодой фотограф, Женя берет все в свои руки и только на кнопку не нажимает. У меня на самом деле команда уже, я не знаю, сколько времени не меняется, то есть это набор людей, и то есть мы с ними работаем. То, что на площадке я могу выступать как режиссер, наверное, потому что нет этого режиссера, грубо говоря. Если я человека выстраиваю, в основном ко мне фотограф просто говорит, либо сам показывает о том, что так-то, так-то. Либо когда есть техническое задание, тогда я смотрю еще фото-дни. А вообще кто главный, по-твоему? Организатор. Это не я, слава богу, теперь. У меня есть организатор. Я говорю именно про креативную часть. Вот из креативной группы все-таки. Ну все равны. Я практически, я очень часто, нет, на площадке уже непосредственно, когда идет фотография, конечно, главный фотограф. Потому что я на фото-дне ухожу на макияж и на прическу следующего человека. И захожу периодически для того, чтобы, если закончились уже идеи по позам, когда проходит 10 человек, да. И, кстати, я удивлена, что мы разговариваем про фото-дни, потому что мы не самая известная команда по фото-дням. У нас их крайне мало. Еще пять лет назад, когда очень активно развивались курсы стилистов, казалось, что это абсолютно бесперспективное занятие здесь. И что коммерческого успеха, ну, мне самой тогда... Я три года бесплатно работала. Мне самой очень долго, очень долго самой казалось, что это просто занятие для жены какого-нибудь очень хорошо обеспеченного человека, чтобы она, ну, как бы дома не скучала, и у нее есть там, допустим, хороший вкус, свободное время. Сейчас это реально стало уже профессией. На чем еще можно зарабатывать стилисту, кроме вот коммерции? Там, допустим, на блоге на своем ты зарабатываешь? Ну, не будем суммы там обсуждать. Мало. Хотелось бы больше. А вкладываешь деньги в него, в развитие? Конечно. Я там эти фильтры покупаю, программы всякие. Конечно. Я очень много времени тратила. Я считаю, что самое дорогое в жизни – это время. И когда ты его тратишь, соответственно, ты уже тратишь. Но ты прямо его сама-сама делаешь? Сначала, до конца, да. То есть ты сама пишешь, сама там... Раньше у меня было, ну, как это называется, мэншу страницы или как? Их было даже два, а сейчас нет никого. Пока сижу. Сама с собой. Нет. Мои тексты редактирует моя дочь. А, запятые расставляю, да, чтобы не стыдно было за мать. Тебе предлагают бартер? Ты вообще по бартеру работаешь? Мне предлагают... Чем берешь? Мне последний раз предложили, очень мне было приятно. Я всегда говорю, что мне на самом деле очень приятно, что меня выбирают. У меня всегда всю жизнь есть какая-то неуверенность в себе, что я хуже кого-то, что у меня там образование хуже, чем у кого-то. Я хуже, чем я мать, хуже, чем я жена, хуже, чем кто-то. Есть у меня такое, и всю жизнь я об этом говорю, мне уже проще. Мне предложили рекламировать чебуреки. Это было так круто! Амбассадор чебуреков в Барнауле Евгения Пашнева, да? Мне очень приятно. Я говорю, ну я не могу, нет. Бартер предлагает, ну косметику, что-то. Я говорю, нет, я все-таки вещи, вещи, вещи. А вещами берешь? Нет, вешать некуда. А, все уже, да? Все уже. У меня маленькая квартира, я уже там и так полквартиры отгородила. Ну нет, уже некуда. После этого ко мне и на персональный никто не пойдет, когда я скажу. Я людей прихожу, говорю, выброси, выбрасывай, тяжелее, новая придет. А сама так не делаю. Потому что я себя оправдываю тем, что у меня съемки, у меня бывают люди с разным размером ноги, а мне эта одежда пригодится обязательно, может быть, я ее когда-нибудь разорву и что-то из нее такое фентиперстовое сделаю. Вот. Это мой минус, да. Короче, вещами берешь, а пробовала отказывать, говорить там, ребят, мне ваша куртка не нужна, давайте деньги. Как реагируют? Нет, я говорю о том, что у меня очень всегда корректно, о том, что у меня просто, я не беру вещи, у меня как бы все есть. Как ты относишься, вот, часто называют модным словом, цитирование, заимствование, копирование? Я считаю, что все давно до всех придумано. Открывайте картины, смотрите старые фильмы, открывайте еще раз картины, изучайте историю моды, в ней просто можно бесконечно что-то подчерпывать. Каждые полгода, год. Я очень люблю, я историю искусств сдавала несколько раз, потому что училась несколько раз. И мне очень это все нравится, изучаю, оттуда все можно прям черпать. Соответственно, ну кто у кого? До нас все уже там, все сделано. Когда мне пишут люди о том, что вот, вас смотрите, содрали, мне приятно, я говорю о том, что, блин, да ребят, ну ни с меня не содрали, это было уже, и это сейчас такая тенденция, все друг друга все содрали уже давно. Сама ты бывает подвороваясь? Подворовываешь? Конечно, обязательно. Идеи нужно подворовывать, подсматривать обязательно в ОГИ, поэтому я их и беру. Поэтому я прошу, чтобы мне их привозили, я вдохновляюсь, делаем что-то на свой лад обязательно. Ты знаешь, как зовут мэра Барнаула? Нет. Я политику не лезу. Я знаю только Путина. Вот, значит, я политику не лезу. По мне, например, сейчас как-то странно говорить, что я вот просто художник, я вообще в политику не лезу. Почему? Потому что, ну как бы сейчас мода стала суперинструментом. Сейчас все зарабатывают на искусстве. И политической борьбы. Когда у нас эта вся тема пошла с нашим железным новым занавесом, если так это можно назвать, и когда все против нас ополчились, на показе Дольче Габбана первый показ шли все русские девушки, покупательницы их, а на следующий год они отвезли первый раз за всю историю свой показ Алта Мода, они увезли в Америку. И вот мне был интересен этот посыл. Но я их не знаю, не могу у них спросить. Хотели ли они этим самым примирить, как бы страны, или что они хотели сделать. Для меня, я первый раз лично, я увидела, что мода и моду задела. И настоящее искусство, оно без позиции, наверное, не существует. Вот у тебя есть какая-то такая позиция, которую там, ну не в коммерции, понятное дело, в коммерции там не вернешь. Ну вот в своем искусстве ты как-то продвигаешь. Ну вот пока нет. Если я буду на уровне... ТАМА! Понятно, что когда-нибудь ко мне кто-то придет, но не приходи. Мне кажется, что ты достаточно влиятельна. Вот здесь, в Барнауле, тебе никогда не казалось, что, блин, не на... А может быть уже пора что-то делать не только вот... Я подумаю теперь. Может быть пора? Ну нет, никогда правда не думала. Не тот уровень. Я ни в коем случае никогда не принижаю Барнаул. Я считаю, что сейчас, во время интернета, можно работать, быть крутым специалистом в любой точке мира. Мне подруга говорит, гораздо легче, если ты родился в Европе, у тебя сразу чистая насмотренность и чистый стиль, чистые линии. То есть, ну, в зависимости от страны, конечно, там... Но тем не менее. А у нас вот там есть вот то-то, то-то, то-то. А я говорю, а ты не думала, что из-за того, что вот у нас вот то-то, 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 у нас и рождаются какие-то новые фишки. Тот же Демна Гвасалия, да, выстрелил тем, что никто не видел 90-е российские. В моде их не знали. И то есть это случилось чем-то новым. Так и говорят, что есть 90-е в мире, которые была мода, и 90-е, которые в России. Многие живут в Инстаграме и растворяются в этом. И ты смотришь какую-нибудь прямую трансляцию у какого-нибудь стилиста из Фигова Кукуева. И у него спрашивают, ну, скажите, пожалуйста, базовую сумку для студентки. Он говорит, ну, конечно, базовая сумка для студентки это Селин. Какой Селин? Можно давай отбить? Петюню. Какой Селин? Ты в Барнауле живешь здесь? Один Селин на колхоз. Тем, что я говорю постоянно о том, что, ребята, давайте мы из земли как бы с неба немножко как бы сойдем. Нет, это хорошо стремиться туда, да? Но доход не позволяет. Благо к нам, слава тебе, Господи, хоть пришел масс-маркет. И то есть можно что-то покупать. Грубо говоря, понятно, что масс-маркет копирует бренды, да? Я всегда говорю, лучше покупать не реплику, а копию, где там был Барбансиаго, как мой муж говорит, написано. Вот. И там Версус вместо Версачи. А покупайте лучше масс-маркет и выглядеть хорошо. Вообще, главное, улыбка. А потом уже, если у тебя грустная... Короче, банальности, понеслись банальности. Если это человек от такой стиль, грустное лицо, то тебе ничего не поможет, да? У нас половина женщин, такие грустное лицо. Кстати, вот ходишь по улицам, по двору, что еще может у тебя... Я живу в центре на новом рынке. Что у тебя может вызвать кровь из глаз? Да ничего, наверное, уже не может. Мне сильно много лет, чтобы что-то, наверное, вызвало. Даже люди, которые слишком веселенько одеты... А, мне, наверное, ну что, вот прям из глаз... Опять же, какая-то там... неаккуратность в чем-то. А мне тут недавно сказали, что мой минус в том, что я не пишу про тренды и антитренды. Потому что, блин, это там сегодня антитренд, завтра это... Даже не... Все настолько... Вот прям индивидуально все меняется, и каждую вещь практически на 100% можно по тренд загнать. Слушай, ну прям такой положительный герой получается. Кто я? Ну, конечно. Да, и поэтому у меня мало подписчиков. Скучно, скучно. Мне пишут о том, что пиши негатив, а я считаю, что это низкие вибрации. Нет, на самом... Но я очень жесткая в работе, очень строгая. Я считаю, что если человек работает, он должен отдаваться на все 100%. Не важно, абсолютно ты бесплатно работаешь, или тебе платят вот столько одинаково работы. Ну, знаешь, что такое guilty pleasure? Нет, не знаю, не знаю. Г guilty pleasure, это когда у тебя есть какая-то тайная радость, но она такая guilty. Ну, короче, противная какая-то, мерзенькая. Я ужасы фильмы смотрю. Кишки. И мне хочется, чтобы всех наказали. Причем, мне кажется, что мало всех наказывают, и надо, чтобы всех... Я очень люблю фильмы ужасов. Я там очень много всего подчерпываю. Прихожу на эти все квесты. Ну, ты мне не знаешь, жирная есть. Вот это вот что? Нет, жирная. Я люблю. Я люблю, да. Так, я люблю свиные уши. Ну, такие, паназиатскую кухню. Я люблю... Ну, все, наверное. Короче, из отвратительного тоже ничего. Надо что-то... Ну, ужасы я люблю. Это что, не отвратительно? Нет, это слишком как-то... Нет, я люблю, знаешь, нет, я радуюсь, когда от меня, например, заказчик выбирал между мной и кем-то другим, и у него съемка получилась хуже, чем бы мы планировали. Наверное, я тогда порадуюсь. То есть, что-то есть где-то там, типа... Ну, конечно, что... Ах ты, дрянь. Ко мне, да, да, есть такое. Безусловно. И, опять же, вечная неуверенность в себе. Всегда нервы... Ну, ты вообще не создаешь впечатления человека, который не уверен в себе? Ну, что себе? Я пришла-то очень, да, такая... Я так сейчас сяну, так, где камера? Я думаю, что где? Где тут? Так, это... Есть у меня одна подружка, она пишет всем моим знакомым, мне в том числе. Да, она пишет, что я не модная, и я не модная. Но ты забанила ее, надеюсь? Нет, я пишу, что... Спасибо за ваше мнение, за комментарий. Ну, конечно, мне... А, и у меня это потом... Есть у меня такой минус большой, я сижу и думаю, вот мне бы о чем-нибудь другом подумать, а я расстраиваюсь, что почти чем я ей вот так не угодила. Ну, вот, слушай, а вот я тебе придумала Gilti Pleasure. Можно взять, короче, ее аккаунт, разбирать на камеру. Типа, да ты на себя посмотри, какие у тебя брови. С***. Ну, нету у меня этого, правда. Ну, если ты так много занимаешься работой, что-то-то где-то должно провиснуть, но невозможно же вот прям вот все-все-все успевать, если ты любишь делать все на 100%. Провисает, я долго людям отвечаю. Где провисает? Ну, кроме работы, может, там, я не знаю. Где еще провисает? Ну, кроме работы, что у нас? Ну, спортзал там провисает. Нет, не пропускаю, стараюсь. Редко, но редко. Нет, потому что я понимаю, что это все для себя, любимое, делать. Стараюсь не пропускать. Ну, бывает прям там месяц. Ну, какие-то аспекты у тебя, вот, например, я не знаю, там, не готовишь. Готовлю, люблю. Готовлю, ааа, поняла. Я ненавижу убираться и гладить вещи. Ненавижу. И я создаю бардак в самом идеальном месте. Вот так просто за секунду у меня летят крошки. Проливается. Я на себя все обязательно вылью на всех. И просто такой бардачельник. Я не знаю, где у меня что лежит. И кричу, муж, муж, где у меня это? А он говорит, что у него фотографическая память. Он знает, где все, что лежит мое. Да, вот. Я ненавижу. Я ненавижу убираться. Мыть пол для меня это как идти по пустыне в жару. И без воды примерно. Вот такие ощущения. То есть я прям, я стою на него, так смотрю, ноги липнут, а я смотрю. Кстати, какую ты книжку последнюю прочитала? Лень, лень. Вот, я не читаю. Вот, все, нашли? Все минусы мои. Ты довольна? Я не читаю книги практически вообще. Я засыпаю. Я пыталась слушать, но я понимаю, что это не то. Я люблю читать, но читаю я две строчки, и все, и все. Какие три вещи купить, чтобы быть самой модной девушкой из своего микрорайона? По 100% квадратные носы, квадратные подошвы, это 200%. Так, что купить, купить, купить. Костюм обязательно должен быть либо хоть приталенный, хоть с большого плеча. И третья вещь. Так, из-за квадратные носы, костюм. Что еще третье? Без чего? Ну, тренч, наверное, на осень. Без тренча сейчас никак. Его можно носить как платье, тоже круто. Спасибо. Спасибо, что ты нам не выдала ничего из того, что мы пытались. Спасибо, что ты записала самую скучную программу. Что ты нам ничего не выдала из того, что мы пытались у тебя как-то из тебя вытянуть. Ну что, ну давай спроси, ну что? Врут у тебя? Твои врут про размер. Вот у меня как-то все должно было. У меня есть такое. Всегда, всегда. Ну, в основном больше. Ну, вот у меня XS, но я просто сегодня попила воды. Да, 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 да. Я вижу размер примерно. Слава тебе, Господи. Я работала в торговле 10 лет. Управляющий. Слава тебе, Господи. И продавцом тоже работала. И поэтому я размер примерно знаю. Я то есть несу там. Это ваш, ваш. И оно мне вот это. Маловато. Или там. Ой, а почему такой? Был, был, кстати, вот случай. Почему такой размер? Я говорю, маломерки. Это масс-маркет. Надо рассказывать? Рассказывай, рассказывай. Изначально, изначально у нас бренды были, сама знаешь, DC, QuickSilver, скейтерские. Скейтерские, серферские. У этих брендов очень хромают лукбухи. Нам нужно было выставлять ВКонтакт тогда фотографии одежды. Наши люди не понимали, потому что снятая пальто на купальнике, то есть людям непонятно. Девчонки выигрывали. В группе там по количеству лайков у нас выбиралась каждый месяц мисс. То есть, соответственно, она была уже и лидером мнения. Мы ее приглашали, переодевали. Не было ни макияжа, ни прически, ничего такого. Мы ее переодевали, фотографировали и делали более такие спокойные образы, которые можно было бы носить в жизни в России. Потом ко мне пришли с телевидения и сказали о том, что ой, ты там нам неплохо как будто одела, я помню. По-моему, так, не буду врать. Может быть, ты нам пару раз проведешь программу. Я говорю, я помню эту программу, я помню оператора Алексея. И как мне было плохо. Я думала, что меня на скорой увезут.